Добрый вечер, дорогие друзья! Мы снова с вами вместе в Большом звездном зале Московского планетария. И у нас в гостях сегодня профессор МГУ, заведующий лабораторией космического мониторинга ГАИШ МГУ, руководитель глобальной роботизированной сети телескопов-мастер Владимир Михайлович Липунов. Прошу приветствовать. Мы давно хотели пригласить Владимира Михайловича, но вот, наконец-то, он к нам смог прийти на встречу с вами. Ну вот, великолепное путешествие по небу окончилось, и мы снова возвращаемся к небу. Сегодня что мы нажимаем? А, вот что, да? Вот это вот. Одень. А я его туда делаю. Алло, раз-два, раз-два, слышно, да? Ну, отлично. Вот. Наша лекция, название, я думаю, вы уже видели. Здесь изображен Московский государственный университет, потому что тема нашей лекции – это звездные роботы. Они были придуманы в Московском государственном университете для использования звездного неба, для изучения звездного неба. Ну, отсюда у нас государственный МГУ. Ну, и мы работаем не совсем в этом главном здании, а немножко вот так вот правее. Там находятся государственные астрономические институты имени Штенберга, которые, кстати, проводят любительские наблюдения сейчас каждую осень. Так что следите за страничкой ГАИШ в интернете и приходите посмотреть на живое небо заодно. Сегодня мы будем говорить о роботах. Первые роботы, которые появились в России, или первый робот, который появился в России, связан с гамма-лучами. Вы скажете, каким образом? Ведь роботы, о которых я буду говорить, это оптические инструменты, оптические обычные телескопы, которые позволяют увидеть очень слабые объекты на небе в видимом свете. Я напомню, что шкала электромагнитных волн содержит в себе все диапазоны от радиоволн, видите, метровый диапазон, до радиоволн более коротких, вот телевизионный диапазон, или там средства для передачи радиопередач, инфракрасные излучения. Ну, с инфракрасным излучением многие сталкивались наверняка, кто особенно, особенно туристы, или особенно те, кто разводил костер на даче или лучше в походе. Многие замечали, например, что сидя у костра, особенно в прохладную ночь, спина немножко стынет, а лицо обжигает. Вот обжигают нас инфракрасные лучи, именно инфракрасные лучи. И это легко доказать. Достаточно своей ладонью закрыть изображение костра, как сразу же вы почувствуете, исчезает жар. Вот эта удивительная энергия, греющая нас у костра, она и передается инфракрасным излучением. Ну, и здесь видите вы узкую полоску видимого света. Это где-то от 4,5 до 6, может быть, до 7 тысяч ангстрем. Такая единица есть. Очень короткая, узкая полоска. Вот именно в этих электромагнитных волнах, в этом свете мы и видим Вселенную, наш глаз. Это не случайно, потому что наше Солнце больше всего энергии посылает именно в видимом свете. Если бы мы жили рядом с гамма-источником, о котором я сейчас скажу, или с радиопульсаром, мы бы, наверное, видели бы в радиолучах, и было бы довольно интересно поизучать Вселенную. Но мы живем рядом с желтым карликом, с Солнцем, который посылает желтый видимый свет. В нем мы и различаем окружающий наш мир. Более короткие волны, вот здесь вот длина волны, вы видите, она более жесткие кванты, говорят в физике. Это ультрафиолетовое излучение. Еще более короткое – рентгеновское. Ультрафиолет, те, кто любит в солярий ходить или летом загорает, вот мы загораем ультрафиолетом, невидимыми лучами. А рентгеновское излучение вы испытывали на себе, на флюорографии, кто просвечивался. И, наконец, гамма-излучение. Вы видите, гамма-излучение – это одни из самых жестких. На самом деле туда можно продлевать сколь угодно далеко, но реально человечество имеет дело вот с этими лучами, самыми жесткими. Их называют гамма-излучением. Их длина волны в миллион раз меньше, чем длина волны видимого света. И, соответственно, в миллиарды, в сотни миллиардов раз меньше, например, чем радиоволны. Это все электромагнитные волны. Вся разница между ними только в периоде колебания этих волн или в длине волны. Все они распространяются со скоростью света. Ну и возвращаемся к нашему небу. Оказывается, гамма-излучение, в отличие от оптического излучения, абсолютно наша атмосфера не пропускает гамма-излучение. Гамма-излучение, ну мало того, что оно его не пропускает, оно еще и удивительно тем, что до 20 века на Земле не было источников гамма-излучения вообще. И только где-то в середине 20 века впервые гамма-излучение удалось добыть или, так сказать, инициировать в большом количестве его во время взрывов атомных бомб оно получалось. И в начале 60-х годов это гамма-излучение решили детектировать из космоса для того, чтобы следить за тем, как испытывают разные страны атомное оружие. И это интересно, что в 1965 году были запущены космические спутники, и очень скоро они обнаружили, что некая страна нарушает договор об испытаниях, о запрещении испытания в атмосфере атомных бомб. То есть видели гамма-всплески, хотя никто не признавался. Правда, была маленькая деталь, которая на самом деле удивила многих. Эта страна располагалась в созвездии Большой Медведицы. То есть ядерные взрывы или гамма-излучение, скажем так, приходило не с Земли, а с неба. Так были обнаружены гамма-всплески. Вот эта удивительная вещь на английском языке, это более точный перевод гамма-взрыв, гамма-бёрст, гамма-взрыв. А по-русски назвали это явление гамма-всплесками. Всплеск, вы знаете, кинул камушек, побежала волна, и, в общем-то, и тут же затухло. Такое слабое, я бы сказал, в некотором смысле даже романтическое, плеск волны, всплеск. Но оказалось, как вы сейчас увидите, это были самые мощные взрывы во Вселенной. Итак, гамма-излучение не проходит через атмосферу Земли. Только если это ядерный взрыв, тогда он может на несколько километров, там на 7, 8, 10, а это и есть толщина нашей атмосферы, пробивать ее. Но это благодаря огромной энергии и близости. А вот космические гамма-лучи не достигают поверхности Земли. И чтобы их открыли, вот я говорил про Большой Медвец, как раз космические обсерватории совершенно случайно, неожиданно, вот вы видите запись гамма-всплеска, это его интенсивность, а это время. Смотрите, что происходит. На небе вспыхивает в тысячи раз поток гамма-излучения за несколько секунд. Я хочу сказать, что впервые это было открыто в середине 60-х годов, и это было сначала засекречено, была военная тайна, потом ее рассекретили, и ученые узнали об этом через 5 лет. Но все равно это было время, когда небо, небо и наша Вселенная представлялась нами совершенно спокойной, совершенно неизменной, тысячелетиями, и столетиями, и миллионолетиями. Изредка на этом небе появлялись кометы и метеоры. Метеоры почаще, кометы пореже. Но мы знаем, что это все очень близкие явления к Земле, либо к Солнечной системе. Но вот оказалось, что во Вселенной существуют вот такие вот мгновенные вспышки. Вот здесь видна карта, смотрите, вот эта вспышка, это не Млечный путь, это гамма, это небо в гамма-лучах. И чем дальше, как говорится, в лес, тем больше мы узнавали о том, что происходит, что движет этими гамма-всплесками. И выяснилось, что мощные гамма-всплески возникают практически каждый день. Я хочу вам сейчас показать, как перевернулись наши представления о Вселенной. Я вам сейчас покажу небольшой фильм, он немножко из будущего. Вот мы сейчас находимся в районе 70-го года, а где-то лет через 20 люди сняли вот такой фильм, просто он более красивый. Посмотрите, как выглядит наша Вселенная. Вот это есть фильм, ну он компьютерный, да, но здесь реальные координаты вспышек, которые, извините, сейчас я уехал, да, давайте начнем. Это вот космическая обсерватория SWIFT. Она фиксировала, видите, в левом нижнем углу. Она фиксировала гамма-всплески. Здесь показано направление, это вот млечный путь. Это проекция всего неба на плоскость. И вы видите, как из разных направлений, совершенно не связанных друг с другом и не связанных с млечным путем, приходят нам эти гамма-всплески. Светят они несколько секунд, ну, в лучшем случае, самые длинные несколько минут, а иногда и доли секунды. И оказывается, наша Вселенная в гамма-лучах оказалась совершенно непостоянной. И, как тут было написано, похоже на такую новогоднюю елку, которую кто-то нарядил, да еще и повесил вот эти замечательные блески. То есть мы живем во Вселенной, которая наряжена к какому-то празднику, получается. Итак, что же это такое? Я напомню, что первый гамма-всплеск был открыт в 70-м, ну, в 65-м году. И только в 1997 году был открыт впервые удивительное явление. Было открыто оптическое излучение. Вот у меня, к сожалению... Давайте посмотрим. Я вот скажу сейчас, как обозначаются гамма-всплески. Они обозначают очень просто. Поскольку они приходят примерно раз в день или раз в два дня, то достаточно просто написать год, месяц и день. Вот это 28 февраля 1997 года. Это время примерно через 30 лет после первого открытия гамма-всплесков. Я хочу сказать, что эти 30 лет – это были временем борьбы ученых друг с другом за объяснение этих гамма-всплесков. И побеждали все. То есть существовало сотни моделей. И при этом каждый ученый, например, Стивен Хоукинг считал, что это космологические черные дыры, которые испаряются. Те, кто занимался кометами, говорили, что это кометы и так далее. Ваш покорный слуга в 1983 году написал статью, что это какие-то нейтронные звезды. Удивительно. Я как раз тогда занимался нейтронными звездами. В общем, все, кто знал, свою модель имел про гамма-всплески. Почему? Оказывается, кроме направления больше ничего не было известно о ней. Мы не знали, то ли это объекты в Солнечной системе, то ли в нашей галактике, то ли в близких галактиках. А некоторые безумные теоретики говорили, что это на другом конце Вселенной. И только вот через 30 лет удалось сфотографировать далекий гамма-всплеск в видимых лучах. Как это произошло? Была запущена космическая обсерватория, вот эта Беппо-Сакс. Она зафиксировала гамма-всплеск и передала координаты на Землю. Дальше уже космический телескоп Хаббла обратно навели в это место. И вот что увидели. Смотрите, вот это вспышка. А вот это туманное облако, это далекая галактика. Я напомню, что галактики – это звездный дом, это то место, где живут звезды. Например, наша галактика Млечный путь, в ней 150 миллиардов звезд. И вот это такая же примерно галактика, но расположена от нас на расстоянии 10 миллиардов световых лет. Она выглядит как туманное пятнышко. Это неудивительно, потому что Вселенная достаточно большая. И в ней есть галактики, которые находятся очень далеко. Но удивительно другое. Смотрите, вот эта вспышка, которая светила на небе несколько секунд, она перекрыла всю галактику. Вот даже тут, представляете, 150 миллиардов Солнц, они являются слабым туманным пятнышком по сравнению с этим всплеском. Вот это уже одно показало, что в нашей Вселенной есть взрывы, которые в миллионы раз, в миллиарды раз сильнее, чем светимость всех звезд нашей галактики. В миллионы раз сильнее, чем светимость самых ярких, активных галактик – квазаров. Я уж не говорю о сверхновых звездах и так далее. То есть в 1997 году наконец-то удалось установить, что гамма-всплески находится очень далеко. Было еще одно удивительное явление, которое было открыто американским астрофизиком Ротс Акерлоффом. Вот он, Карл Акерлофф. Вы видите, в 1999 году ему повезло. Вернее, он сделал небольшой телескоп и умудрился навестись на гамма-всплеск через несколько десятков секунд. И он увидел вот эти неказистые фотографии, перевернули наше представление о гамма-всплесках и вообще о нашей Вселенной. Это негативное изображение звездного неба в том месте, где был гамма-всплеск. Смотрите, через десятки секунд здесь возникла звездочка. Вот она поярче, поярче, еще ярче, а потом опять затухла. В максимуме она была восьмой звездной величиной. Это всего лишь на две звездных величины слабее, чем те звезды, которые доступны человеческому глазу. Вот Лена, когда вам рассказывала, вела вас по звездному небу, сказала, простому глазу, невооруженному, человеческому, доступно пять планет. Братцы, шесть тысяч звезд и пять планет. Это очень маленький кусочек нашей Вселенной. Но в 1999 году Карл Лакерлофф показал фактически, что человеческому глазу доступен край нашей Вселенной. Почему? Потому что вот это событие произошло на расстоянии 10 миллиардов световых лет. Это, а Вселенная, вы знаете, имеет возраст 13 миллиардов, то есть это уже гораздо ближе к началу Вселенной, чем то место, где вы, или то время, где мы находимся. Восьмая, да, я хочу еще подчеркнуть, конечно, восьмая величина не видна глазом, но это был не самый яркий гомосплеск, он был довольно средненький. И поэтому вполне можно было сказать, что есть гомосплески, которые имеют и пятую звездную величину. И тогда возникает вопрос, неужели же Господь Бог, если кто верит в Бога, или провидение создало Вселенную такой, чтобы разум видел ее край. Это удивительное событие в философском смысле. А для меня, например, и для моих коллег из Московского государственного университета, это открытие имело другое очень важное значение. Если мы, ведь дело в том, что до 1997 года считалось, если вы хотите увидеть далекие глубины Вселенной, увидеть Вселенную такой, как она была 10 миллиардов световых лет назад, просто лет назад, вам нужно сделать телескоп диаметром 6, 8, 10 метров, и только тогда это возможно. Ну, вы знаете, в России самый крупный телескоп, это 6-метровый советский, сейчас университет построил 2,5 метра, то есть мы даже не можем мечтать о 10-метровом телескопе. А тут оказывается, вы знаете, диаметр телескопа, который использовал Лакерлов, это всего был 10 сантиметров, братцы. Он видел его в обычный объектив фотоаппарата. С обычным фотоаппаратом можно было снять этот 10 сантиметров, видно край Вселенной. А в 2008 году вспыхнул гомосплеск пятой величины. Значит, мы живем в такой Вселенной, и человеческий глаз так устроен, что он видит самую дальнюю край Вселенной. То есть наша Вселенная больше похожа, я всегда говорю, наша Вселенная не такая уж и большая, она похожа на деревню. В деревне всегда видна околица, мы не город, мы не мегаполис, это просто маленькая такая специально для человека сделанная Вселенной. Но это такая шутка, пойдем дальше. Я говорил о том, что для нас, ученых, это был великий знак. Какой? Что даже с 10-сантиметровым телескопом мы можем приступить к изучению космологических объектов Вселенной. То есть говорить о темной энергии, говорить о кривизне пространственного времени, имея под рукой 10-сантиметровый объектив. И мы решили в России сделать такой телескоп небольшой, который бы ловил гомосплески. Но уже к этому времени появилось две модели возникновения гомосплесков. Я хочу сказать, что истинная природа, кстати, вот сейчас у меня мобильник периодически звучит, может кто-то слышит, кто рядом. Мой мобильник настроен на Вселенную. Когда случается гомосплеск, то приходит смс ко мне на мобильник, и я знаю, что наши телескопы, вот вы его видите, один из них наверняка повернулся в этом направлении. Вот в этот момент к нам пришел гомосплеск, излученный несколько миллиардов лет тому назад, когда не было не только динозавров, и не было вообще жизни, и в этот момент вообще не было жизни во Вселенной. Мы видели такой всплеск, расположенный, он был примерно полтора миллиарда лет от начала. За это время не образовались еще достаточно объекты, способные произвести жизнь. Так вот, а что такое гомосплеск? Дело в том, что эта гигантская энергия может быть рождена, это довольно быстро люди поняли, только в процессе образования черных дыр, коллапса обычных звезд. Ну, не обычных, не таких, как Солнце, но звезд с размером в 10-20, может быть, в 100 раз больше Солнца. Ну, и возникло такое понятие гиперновой. Это одна из моделей. Другая модель образования черных дыр, это когда две релятивистские звезды, например, нейтронные звезды, а нейтронные звезды – это замечательные объекты, которые поражают не очень массивные звезды, ну, с массой, там, 10-15 масс Солнца, а вот более массивные дают уже черные дыры. Ну, откуда вы можете сказать, каким образом эти черные дыры нейтронные звезды могут найти друг дружку во Вселенной? А им не надо искать, они живут вместе. Половина звезд Вселенной двойные, и было показано еще в 90-е годы, что двойные звезды в конце своей эволюции могут сохраниться, как двойная система, превратившись в черные дыры и нейтронные звезды. И вот я сейчас покажу и прокомментирую как раз, как это происходит. Ну, вот сначала две нейтронные звезды, посмотрите. Они начинают приближаться друг к другу. Почему? Оказывается, это открыл впервые Альберт Эйнштейн, что две массы, вращаясь одна вокруг другой, неизбежно излучают гравитационные волны, которые до сих пор не открыты. Вот мы ждем этого открытия со дня на день, ну или год от года, скажем лучше так. Вот, оно может быть произойдет, вы так точно доживете до этого момента. Это величайшее будет событие. Гравитационные волны – это колебания пространства-времени, которые не поглощаются во Вселенной. И тогда, когда мы научимся их ловить, мы сможем увидеть момент создания Вселенной. Это самое загадочное время. И, может быть, кто-то даже спросит, а что было до того, когда ничего не было, вот, может быть, мы тогда увидим это. Ну, так вот, я к чему говорю? Вот эти две звезды, сейчас я еще разик запущу этот фильм, смотрите. Вначале, это продукт эволюции двойных звезд. Они уже перегорели, все, остались два железных ядра. Излучая гравитационные волны, они приближаются, и энергия, которая выделяется, как раз соответствует энергии гамма-сплеска. Это одна модель, а вторая модель выглядит вот так вот. Это массивная звезда, пятьдесят стома Солнца, которая в определенный момент теряет устойчивость, ядро ее коллапсирует, но это не обычный коллапс. Коллапс – это падение звезды самой на себя по действиям гравитации. Почему возникает коллапс? Ну, потому что мы знаем, что звезды светят за счет термоядерной энергии, а термоядерная реакция – это мечта алхимиков, это превращение свинца в золото, например, или водорода в гелий, гелий в углерод. Это постоянно происходит на звездном небе. Вот эти звезды, если бы только алхимики знали, эти ужасные антиученые, которые предшествовали современным ученым, если бы они знали, что алхимические реакции идут в каждой звезде, там идет постоянное превращение химических элементов. Но оказывается, что энергия излучается только до того, как образуется железо. А дальше из железа, если вы попытаетесь сделать золото, вам нужно тратить энергию. И поэтому звезды начинают тухнуть, то есть перестают выделять энергию. Но как только они перестают выделять, огромная гравитация их сжимает, и мы видим то, что видим – сверхновую звезду. Ну, как правило, это кончается явлением сверхновой звезды. Давайте еще раз посмотрим. Но в некоторых случаях происходит удивительная вещь. Черная дыра не может образоваться. Почему это важно? Вот если вы возьмете большую звезду и скажете ей, ну, давай гори. Она горит там миллиард лет, миллион лет. Большая звезда не очень долго живет. Она уйдет в черную дыру, захватив, прихватив за собой 99% энергии этого последнего коллапса. И в результате останется только вспышка сверхновой. Но в некоторых случаях, а эти случаи связаны с тем, что ядра таких звезд вращаются очень быстро. Вот я напомню, что, я не знаю, как есть и тут школьники, но есть молодые люди, которые помнят физику школьную. В наше время была в программе «Центробежная сила». Потом, я знаю, ее выкинули из школьной программы. Кто-нибудь мне не подскажет, сейчас есть «Центробежная сила». Кто знает, что такое «Центробежная сила»? Братцы, о, есть Ваня, Ваня мой. Один мальчик знает, он еще, наверное, в школу помнит. Значит, смотрите, «Центробежная сила» – это то, что отбрасывает, когда мы на карусели там или где-то по кругу, она отбрасывает от центра нас. Так вот, если эта звезда вращалась быстро, она никогда не превратится в черную дыру, пока вот этот момент вращения не отдаст наружу. И в результате коллапс оказывается растянутым. И вот этот растянутый коллапс и приводит, дает время для переработки энергии в излучение. Поэтому гамма-всплески – самые мощные объекты во Вселенной. Но при этом они очень и очень короткие. Их время жизни – несколько секунд. Но как увидеть гамма-всплески? Давайте посмотрим дальше. Вот ученые всего мира решили сделать вот такой глобальный астрофизический эксперимент. На орбиту запускаются гамма-обсерватории. На Земле располагаются полностью автоматизированные или даже роботизированные телескопы – радио, оптические. Вот центр дальней связи. Вот это центр обработки информации. Смотрите. Если… Да, вот эти космические обсерватории, они могут детектировать гамма-всплеск. Если эта обсерватория определяет координаты, она передает центр дальней связи, на это тратится примерно несколько, ну, 10-15 секунд. Ну, потому что бортовой компьютер должен обработать информацию, должны сработать всякие датчики. Через 10-15 секунд эта информация приходит в центр. Этот центр наблюдения гамма-всплесков расположен в НАСА. И дальше по интернету за полсекунды… Вот великая вещь интернета. Этот эксперимент мог быть создан только в конце, в начале 21 века. Почему? Потому что только в 21 веке появился развитый инструмент по всему земному… развитый интернет по всему земному шару. За полсекунды в любую точку земного шара по интернету приходит этот сигнал с координатами из космоса. И телескопы тут же должны быстро навестись на это небо. Значит, в чем идея? Навестись в тот момент, когда гамма-всплеск пока не кончился. То есть у вас имеется полминуты где-то на то, чтобы получить, обработать информацию. Но это очень быстро. И быстренько навестись в нужное небо. Может ли человек это сделать? Нет. Потому что гамма-всплески в то время, когда начинался этот эксперимент, ну, их фиксировали где-то раз в месяц. Ну, представьте, месяц сидеть у телескопа и ждать, когда придут координаты. Никто этого не мог сделать, поэтому надо было делать, полностью автоматизировать этот. А если вы хотите еще и быстро обработать, да написать телеграмму и послать ее в международный центр, вот что реально хотелось бы. Хотелось бы, чтобы эти телескопчики навелись, увидели и дали бы отчет обратно. И после этого уже огромные телескопы начали бы наводиться. Дело в том, что координаты, определяемые гамма-всплеском, настолько неточны, что огромные телескопы просто не могут туда навестись. Короче говоря, нужны вот такие роботизированные системы. И такие системы, мы подумали, надо создать и в России. Вот, посмотрите, первый робот-телескоп. Это 2003 год. На самом деле, вот эта труба маленькая появилась в 2002-м. Мы как бы на коленях сотрудники Государственного астрономического института, группа ребят, там нас было человек пять, студенты, ну, такие более-менее профессора, кандидаты, доценты. В общем, небольшая группа собралась. И из старого телескопа собрали вот такую монтировку. Вот эта монтировка долгое время лежала в одном из институтов в Подмосковье. Мы ее автоматизировали. Сделали специальные телескопы, которые имели большое поле зрения. Ведь координаты гамма-всплеском не очень хорошо известны. И полностью все это подключили к компьютеру. А компьютер подключили к интернету. А дальше пошли спать. Вот и вся. Начиная с 2002 года, впервые, вы знаете, что астрономия одна из самых древнейших профессий астрономии. Наряду с журналистикой. Но последние 2-3-4 тысячи лет любой астроном ночью обязан был не спать и следить за небом. Вот начиная с этого времени, начала 21 века, наконец-то астрономы превратились в обычных людей. И они доверили эту работу компьютерам и роботам. Ну вот, посмотрите. Это я у того же робота, но просто смотрю в окно. Вы видите деревню Востряково, 2 километра до Домодедовского аэропорта. И здесь был сделан первый робот. И как вы увидите потом, это был прообраз будущего телескопа, который потом мы уже по всему земному шару стали ставить. Ну что Подмосковье? Я хочу сказать, нам немножко не повезло. Мы живем в европейской части. Мы живем в Европе, братцы. Это место, самое плохое место для астрономов, это Европа. Потому что вся атлантическая, вся влага, которая испаряется из Атлантики, так устроена роза ветров в северном полушарии. Она все приносится, упирается в Урал и гоняется здесь у нас. Ну, например, в Москве 30 ясных ночей. Вот таких, которые можно использовать для профессиональных астрономических наблюдений. 30, и они приходятся, как правило, на лето, а летом, вы знаете, кто читал особенно Достоевского, а летом бывают белые ночи. И наши ночи московские, они не петербургские, но тоже белые. Фактически час-полтора это все, что можно. То есть Москва и Подмосковье не лучшее место. И, конечно, мы хотели бы уйти в какие-то более хорошие места. Тем более, что Россия самая большая страна. Где самая большая страна России, братцы? Во Вселенной. Ну, потому что никаких других стран, планет мы не знаем. Россия велика. И вот наш президент там хотел уменьшить количество поясов, думая, что от этого она станет как бы ближе друг к другу. Но астрономам это огромное удовольствие. Смотрите, если в России посмотреть, что происходит с ее западных, до восточных, с небом, то вы увидите, вот Европа, видите, 30 дней. 200, ну это сильно завышенное. Это мы когда планировали, мечтали о телескопах. Мы думали, поставим вот здесь телескопчик, и будет все нормально. Но на самом деле здесь 150, это Кавказ. Это вот то, что под Кисловодском сейчас новая станция, новая обсерватория МГУ. Или то, что на Кавказе есть когда-то самый большой в мире 6-метровый телескоп. Это вот место, на самом деле здесь 150 ясных ночей. Но как только мы уходим за Урал и уходим от Европы, мы попадаем в солнечную, горную, блестящую страну. Когда я через много лет приехал в Благовещенск, вот здесь он где-то, да, в Благовещенск, я увидел смуглых, загорелых людей. Я даже не поверил, куда я попал. А когда мы там пожили две недели, когда мы там ставили первый свой телескоп, то у нас, это было в октябре месяце, у нас ребята, у нас был один человек с Урала, он просто сгорел под солнцем. То есть вот здесь вот реально это больше половины дней в году вы можете загорать под зимним солнцем, под летним, нет проблем, по крайней мере, лицом без проблем. Ну вот, знаешь, Россия это солнечная страна, на самом деле, решили мы. И осталось совсем немного, это поставить такие роботы по России и включиться в исследование глубин Вселенной. Ну, что я мог, это вот где-то 2003 год, и мы 6 лет сидели и никто, и только мечтали об этом, потому что никто нам никаких денег не давал, ведь надо было поставить телескопы в хороших местах. Туда надо, ну, я заранее скажу, что это где-то полторы тонны научного оборудования, это надо все купить, это нужны деньги, ничего этого не было. Вот первый телескоп нам помог сделать один богатый человек, вы знаете, такая есть фирма «Очкарик» в Москве, вот ее генеральный директор оказался любителем астрономии, и он нам дал деньги вот на этот телескоп. А дальше-то вот эти большие деньги мы ждали. И, наконец, в 2008-10-х годах Уральский университет, Московский университет покупает 3 телескопа для нас, и мы ставим телескопы по стороне. Но надо сказать, что до этого 6 лет мы сидели и занимались двумя вещами. Первое, мы продумывали, как должен выглядеть телескоп-робот 21 века, и второе, наши ребята, аспиранты, студенты, ну, уже сейчас они уже кандидаты наук, писали математический софт, математическое обеспечение, такое, чтобы робот сам ходил по небу, сам находил новые объекты, сам их писал письма нам, сообщал об этом, а мы поутру, выпив чашку кофе, публиковали это в научных журналах. Вот такая лень человеческая привела к тому, что это было сделано. Итак, мы придумали, во-первых, вот такой телескоп удивительный, вы видите, он двуглазый, двуглавый, вернее, как орел наш, как символ государства. Это не случайно. Вот смотрите, в астрономии обычно для того, чтобы сделать цветной снимок, люди что делают? Берут одну трубу и ставят в фокусе цветные стеклышки, ну, светофильтры разные. То есть вы сняли, допустим, в синем фильтре, в желтом, в красном, в зеленом, после этого вы берете, ну, фотошопа не было, берете и складываете эти фотографии, получаете цветной снимок. Дело в том, что все приемники излучения астрономические, они все черно-белые. Это не потому, что их нельзя сделать цветными, а потому что чувствительность черно-белого оказывается максимальной, и вы наиболее эффективным образом используете пойманные кванты объективом вашего телескопа. Зачем же две трубы-то? Да дело в том, что если возьмете обычный телескоп 20 века и начнете вращать фильтрами, как говорят, такая револьверная, пока вы будете вращать фильтрами, у вас гомосплеск потухнет, у вас событие длится секунды. Собственно, в 20 веке никто не знал, что на небе есть вот такая вот мельтешня такая. Да более того, это оказывается из глубин Вселенной, да более того, это самый мощный во Вселенной взрыв. Тогда мы наводимся двумя телескопами, на одном красный фильтр, на другой голубой, и мы уже имеем информацию о цвете этого объекта. Но более того, мы используем иногда информацию о поляризации. Что такое поляризация? Вот смотрите, вот типичный телескоп, я сейчас еще раз на него покажу, больше я его показывать не буду в таком виде. У обычного телескопа есть две оси, одна направлена в ось мира, вот на полярную звезду, которую там вам показывали, и вокруг нее вращается, а вторая дельта ось, склонение. А у нас есть третья ось, у нас эти трубы могут сводиться и разводиться. То есть, когда приходит сигнал из космоса, эти трубы становятся параллельными. Одна труба становится синей, другая красной, грубо говоря. И мы можем измерить цвет и температуру всплеска, ну того же гамма-всплеска. А вот между гамма-всплесками мы можем развести эти трубы и снимать небо, и получим поле зрения в два раза больше. Ну вот применяем еще вот такие телескопчики Акердлов, видите, того самого. Вот такой телескопчик тоже способен увидеть край Вселенной. Но, конечно, наш телескоп, имея диаметр 40 сантиметров, на самом деле за одну минуту он дает не 17-ю даже, а 20-ю величину. Это я взял рекордный такой быстрый обзор. А при обзоре с экспозицией 1 минута он дает до 20-21 звездной величины. Так вот, смотрите, что получается. Да, вот довольно быстро мы поняли, что в Сибири, где у нас бывают морозы по минус 40 градусов, нужно специальный павильон. Дело в том, что при таком морозе обычный вот, да, купол или дом должен быть полностью роботизированный. Это робот-дом. Он сам открывается, он знает, где солнце, он знает, есть ли небо и так далее. Все это команды поступают с компьютера, тоже без людей, он открывается. Но чтобы открыться, надо, чтобы ваша аппаратура работала при минус 40 градусах. Вот мы такой дом разработали. Это фотометр, вы видите, внутри каждой трубы находится кассета с фильтрами, а это такая ПЗС-матрица. Ну, ПЗС-матрица – это аналог цифрового фотоаппарата. Только в отличие от цифрового фотоаппарата, которым вы пользуетесь, если там мобильники у вас есть, чувствительность этого в тысячу раз выше. Ну, и стоит он, честно говоря, так. Вот в то время такой первый ПЗС-камера, она имела размер 16 мегапикселей. Это 2002 год. Это был самый большой чип в мире. И его нам подарил вот как раз этот богатый человек, директор Сергей Михайлович Бодров, подарил нам такую камеру. И мы вот в деревне Востряково первой территории. Увидели край Вселенной, мы видели оттуда источник на расстоянии примерно 9 миллиардов цветовых лет. Но пойдем дальше. Вот вы видите разные фильтры, но у нас не только фильтры были, а еще и были полироиды. Что такое полироиды? Вы знаете, что свет – это электромагнитные волны, это есть колебания электрического и магнитного поля, они поперечны. Вот вы видите. И плоскость в обычном свете, который вы видите там в солнечном свете, все присутствуют колебания во всех плоскостях. А вот свет вот этой указки, он сильно поляризован. Кстати, это не очень хорошо. Например, освещая, можно указать, куда вы светите, но осветить предмет нельзя. Видите, неудобно очень, потому что возникает интерференция. А вот такой неполяризованный свет, им хорошо, глаз привык к нему. Но оказывается, что гамма-сплеск очень похож на вот эту вот указку, которую я использую. Точно так же, как здесь луч, едва-едва расходится, точно так же гамма-сплеск – это два луча, один к нам, другой к противоположную сторону, я вам показывал. Это узконаправленный луч, и он тоже может быть поляризован. Это гипотеза, но чтобы ее доказать, надо померить эту поляризацию, братцы. Что такое поляризация? Вот смотрите, например, идет поляризованный свет. Если поляроид, его ось совпадает с плоскостью, свет проходит. Если пимпердикулярен, свет поглощается. Значит, вращая вот этот поляроид, мы можем поймать плоскость поляризации или доказать, например, что свет поляризован. Мы делаем проще. Мы делаем в одной трубе одно направление поляроида, в другой пимпердикулярное. Если одна и та же звезда оказывается разной, значит, она поляризованная. Я хочу сказать, что явление поляризации знакомо почти всем, кто пользуется метро. Когда-то давно я написал популярную книгу в мире двойных звезд, где тоже объяснял поляризацию, но тогда на пятикопеечных монетах. Смотрите, а сейчас надо говорить о том, что у каждого в кармане есть карточка, когда вот пешеходы, пассажиры заходят перед автоматом, все карточки не поляризованы. У кого-то во внутреннем кармане, у кого-то в боковом, у кого-то в заднем кармане. Плоскости не совпадают. Но в момент, когда люди проходят, все карточки параллельны друг к другу. Братцы, вот это и есть поляризованный свет. Так вот, джет или вот эта указка всегда посылает поляризованный свет, потому что атомы, светящиеся в этой, они работают дружно, в фазе, совместно. И это уникальное и очень необычное явление. И если мы увидим поляризацию гомосплеска, мы впрямую докажем, что мы имеем дело с вот таким вот лучом, с такой указкой. Только указкой это и природа действует. Итак, пойдем побыстрее. Смотрите. Вот, если помните, я там смотрю в окно русскую деревню, вижу там грязное белье, извините за вот, чисто-чисто стиранное белье. Вот это есть, на самом деле, наука начала 2000-х годов. Если вы посмотрите, какое было финансирование, то да, вот именно таким образом мы начинали эту большую, на самом деле, науку. Но уже к 2010-му году, смотрите, в Кисловодске, вот это вот Эльбрус, самая высокая вершина Европы. Я всегда на западных конференциях говорю, что не Монблан, как вы думаете, самая крыша мира, крыша Европы, а Эльбрус именно. Мы ставим первый телескоп рядом с Кисловодском. Вот видите, это 2008 год, это маленькая камера типа Акерлоффа. И вот как выглядит наш телескоп, красавец, на этой горе, рядом с Эльбрусом, вы видите, замечательная совершенно картина. Я хочу сказать, что вот эта башня, вот эта установка, она как бы, это символ нашего эпохи, вот этого перелома. Дело в том, что вот эта башня была придумана в советское время на излете. И инженеры, которые придумали такую башню, когда ветер дует, она колеблется только горизонтально, она не колеблется под углом или как-то там сложно. Она только, в результате, если поставить на нее телескоп, звезды в ней, в поле зрения, не будут никуда бегать, даже если будет дуть ветер. Эта башня была построена где-то в начале 90-х годов, ну, вы знаете, кризис, развал, и она осталась, и люди так и не совершили свою мечту. А мы приехали через 18 лет почти и увидели эту башню и решили поставить здесь наши роботы. Так, я сделал то, что нельзя. Пойдем дальше. А вот это уже не нарисованный телескоп, а это живой телескоп-мастер. Мастер, значит, мобильная астрономическая система телескопов-роботов. Это название было придумано за 20 секунд в 2002 году, в декабре, когда мы впервые навелись в деревне Востряково над вот этим вывешенным бельем на Гомосплеск. Это была первая наша телеграмма. Я подумал, а как же назвать телескоп? И вдруг родился мастер, потому что по-английски, по-русски пишется одинаково, и расшифровывается одинаково, Mobile Astronomical System of the Telescope Robotics, то есть роботизированных телескопов, мобильная астрономическая система телескопов-роботов. Ну и так оно и пошло, без всякой задней мысли. И теперь мастер, ну вы увидите, на самом деле скажу пару слов про известность мастера, но не для того, чтобы хвастаться, меня это само поразило. Вот тот же самый Кавказ, вот это устройство удивительное, мой однокашник и мой товарищ Виктор Корнилов, замечательный российский астроном, он такую систему придумал, и трубы ездят туда-сюда. Вот если бы не было вот этого механизма, это считай, деньги выброшены на ветер наш мастер. Этот механизм позволил сделать около тысячи открытий за последние два года. Я сейчас вам покажу. Но вы обратите внимание, тут вот стоит специальное устройство, которое двигает трубами. Итак, это на Урале, это 150 километров от Екатеринбурга, Кауровская обсерватория, такой же телескоп, сеть, значит, наш принцип, везде должны стоять одинаковые научные приборы, только тогда мы можем сравнивать объективные данные из разных мест. Ну вот вы видите, кстати, вот Виктор Корнилов, Вадим Крушинский лицом, это, это, Анатолий Санкович, это, я часто его называю, Страдивари, это человек, который делает вот эти вот телескопы, кстати, это светосильный телескоп, но их в мире делают и другие, но этот телескоп особой конструкции, и он очень удобен в работе. Вот, ну, это ваш покорный слуга, и вот я на Западе часто показываю, они вздыхают, люди, которые всегда в плюсовой температуре наблюдают, как правило, итальянцы, там, испанцы, они, конечно, смотрят с ужасом на эту фотографию, это Урал, это на самом деле самая главная часть нашего телескопа, вот здесь под телескопом, это сервер, вот здесь это начало, мы только ставим, а на самом деле все это заставлено дисками, 10 терабайт памяти было в 2008 году, четырехъядерные процессоры, в общем, все самое лучшее. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы телескоп не просто снимал, чтобы он обрабатывал и более того, умел хранить эту информацию, при этом он должен обрабатывать, как говорят, в реальном времени, вот представьте себе, если вы снимаете кадр одну минуту, обрабатываете, допустим, 10 минут, тогда у вас просто будет накапливаться количество необработанных кадров и вспышки, которые гаснут за несколько минут, вы потеряете, поэтому все должно, все, как говорил, реал-тайм должно быть, без всякого человека в реальном времени. Так оно и происходит. А вот вы видите, я уже в 2009 году обсуждаю с Карлом Кокерлоффом, мне довелось встретиться с ним, у него удивительная судьба, это физик, который в советское время приезжал в Россию, в Советский Союз и здесь хорошо знает наших физиков. Вот это тот человек, который увидел край Вселенной в телескоп диаметром 10 сантиметров. Но мы тоже теперь увидели край Вселенной и даже дальше. Это я обсуждаю с ним, а как в Сибири он лучше? Можно ли использовать канадский или американский купол? Он сразу замахал руками, но мы тоже это понимали, что этот купол, он не будет работать никогда при минус 40 градусах. Мы сейчас сделали такую установку, которая может работать и в Арктике, в Антарктике, в любом месте и даже для космоса сделали. А вот это вот замечательное место на Дальнем Востоке, это Благовещенск, видите, 2009 год, это начало строительства Благовещенского телескопа Мастер. Это бывшая Пулковская станция, Пулковская обсерватория имелась тоже когда-то сеть телескопов, но это была астрометрия, конечно, она была немобильная, но тем не менее здесь жили ученые, но когда я вот сюда приехал, там остался последний астроном, это Владимир Владимирович Юрков, вот мы с ним познакомились и, собственно говоря, он и помог как бы построить там эту обсерваторию, это самая главная часть телескопа в смысле архитектуры, это есть колонна, на которую уже ставится монтировка, она должна быть очень устойчивой, идем дальше, а вот это бравая команда, которая устанавливает телескоп, вот так выглядит сибирский мастер, это его дом, здесь только железо, здесь трос специальный с противовесом, который тянет эти купола, половинки крыши, которые разъезжаются, давая, ну вот вы видите уже в собранном виде, и вот здесь Благовещенский как раз в декабре 2009 года была открыта первая сверхновая вообще на территории Советского Союза на Дальнем Востоке, вот за Уралом она была открыта, это первая сверхновая, вы знаете, что очень много сверхновых и комет открывали японцы, но вот эту сверхновую открыли мы в Благовещенске, ну не мы, а робот сам открыл, ну мы тоже ему помогли, а потом мы поехали в город Иркутск, это вот слева Байкал, вдоль Байкала едем, вы видите, это примерно 4-5 часов едем, за две недели поставили Благовещенске, а это мы ставим телескоп уже на Байкале, это примерно 50 километров от Байкала, это Бурятия, такой Тункинский полигон, такое военное название, но это на самом деле научно-академический центр, здесь находится детектор космических лучей, и нас пригласили физики, пригрели, и мы с удовольствием к ним пошли, потому что у них есть интернет, а без интернета наш телескоп вообще-то не телескоп. Вот это уже Байкал, и к 2000 на самом деле 10-му году, где-то, тут сказано ноябрь, но вы видите, что это вначале, мы имели уже обсерваторию Благовещенский, мы имели обсерваторию на Байкале, на Урале, Кисловодский, но это наш старенький телескоп под Москвой, который, конечно, уже не мог соперничать, но очень мало ясного неба. Вот первый цветной снимок с нашего телескопа, ребята с Урала сделали, можете видеть. В чем особенность нашего телескопа? Вот если бы телескоп Хаббл, взялся бы снимать эту область, то его бы фотография была бы вот такого размера, я сейчас попробую, у меня рука дрожит. Ну, короче, часть вот этой конской, видите, туманность конская голова в центре, это поле зрения Хаббла. Значит, каждый телескоп имеет две характеристики. Первый диаметр, диаметр важная характеристика, чем больше диаметр, тем больше, как говорится, площадь, активной поверхности телескопа, более слабые объекты можно смотреть, а второе, это поле зрения, смотрите, поле зрения нашего телескопа в тысячи раз больше по площади, чем поле зрения любого, там, Хаббловского или, там, шестиметров и так далее. Это не делает лучше или хуже наш телескоп, чем Хаббл, а это делает наш телескоп просто другим. Например, вот вы по, ну, вы не будем о грустном, о чем, представьте себе, что что-то произошло на улице, вот в Лондоне, как поймали террористов. Грустная история. Но их поймали благодаря тому, что весь Лондон, включая метро, станции и так далее, установлены камеры широкого поля зрения. Это маленькие, с маленьким объективом, в общем-то, телескопчики, которые снимают фильм. Значит, если вам нужно найти среди массы людей одно подозрительное лицо, вы должны использовать устройство с большим полем зрения. Для нас, астрономов, в данном случае подозрительным лицом является любой объект, вот среди этих десятков тысяч звезд, которые видны, которого нет в астрономических каталогах. Это может быть и гамма-сплеск, а может быть что-то неизвестное науке. Ну вот смотрите, какой интересный гамма-сплеск. Мы однажды наблюдали, это десятый год, видите, десятый, сентябрь, шестое. Вот. Через 23 секунды, после того, как пришел к нам сигнал, через 38 секунд, 10 секунд потеряли на борту свифта, этого рентгеновской гамма-обсерватории. Мы навелись в это место, которое зафиксировал свифт. И вот мы навелись сразу двумя телескопами, потом навелись из Кисловодска и получили очень длинную кривую в полироидах. Это впервые было наблюдение гамма-сплесков в полироидах. Вот я покажу, что мы увидели. Смотрите. Вот это есть гамма-излучение вот на этом графике. Это интенсивность гамма-излучения. Вот это есть серое рентгеновское излучение. А вот это красное это есть излучение оптическое, которое померили мы вот в степи, в Бурятской степи рядом с Байкалом. Вот эта вот кривая измерена нашим телескопом. Обратите внимание, вот здесь возникает вспышка. Видите? Это вот такой фильм. Вот американский налогоплательщик, чтобы мы сняли этот фильм, заплатил миллион долларов. Ну, не один, а все вместе. Дело в том, что проект Свифт, он стоит полтора миллиарда долларов. Ну, если вы разделите на количество гамма-всплесков, то и получится, что в среднем один гамма-всплеск обходится американским налогоплательщикам один миллион долларов. вы скажете, что за растрата миллионов долларов? Да потому, что это самое уникальное явление, потому, что тут выделяется такая энергия, о которой еще там 20 или 30 лет назад никто даже не мечтал. поэтому в развитых странах передовых тратится в научном смысле, я имею ввиду, тратятся такие гигантские деньги. Так вот, наша задача была навестись в тот момент, когда гамма-излучение белое еще не окончилось. Смотрите, красные точки идут параллельно, и мы получаем спектр, то есть мы получаем синхронно и в рентгене, и в гамме, и в видимом свете. Это удивительное, довольно редкое событие уже вывело нас на передовые позиции в мире. Этот гамма-сплеск был расположен не очень далеко, где-то 8 миллиардов световых лет от нас. Ну, совсем недавно, это уже 15-й год, видите, 1 марта всплеск, здесь качество не очень хорошее, вот, видите, вдруг возникает звезда и тут же тухнет буквально на глазах. Вот это и есть колоб звезды, релятивистский колоб звезды. Что мы потом обнаружили? Мы обнаружили поляризацию, то есть прямое доказательство того, что вот то, что написано на рекламном плакате моей лекции, вот эти вот джеты, это все, этих джетов никто не видел никогда впрямую, они родились в голове ученых, это придумано для объяснения, но вот это одно из доказательств того, что они есть на самом деле. Получена поляризация, а вот смотрите, в мире происходило своеобразное соревнование, кто первый наведется на Гамасплеск. И вот когда заработала наша сеть, вот видите, мастер России, больше половины первых наведений сделано из России, а люди, многие не подозревали, что у нас можно поставить телескопы и иметь столько наблюдательных ночей. все эти наблюдательные ночи за Уралом, ну на 80%, немножко 20% в Кисловодске. Вот что такое Сибирь, как говорил Ломоносов, не только Газпром процветает Сибирью, но и наука будет процветать Сибирью. А вот это вот есть телескоп Роци, фиолетовый, видите, это лидер изучения гамасплеска. Вот еще лет 5 назад он занимал здесь вот такую часть. А теперь вот русские телескопы, 4 русских телескопа. Это говорит о том, что Россия действительно большая страна и эффективна. Мы используем самое большое преимущество России, ее размер. Это не просто разговоры какие-то там, такие, знаете, ура, патриотические о том, что мы самые большие. Это реально используем. Ну, хорошо, гамасплески бывают раз в несколько дней, когда-то были раз в неделю. Сейчас я быстро покажу, а что же мы делали между этими событиями. Оказывается, благодаря тому, что мы имели телескопы с большим полем зрения, мы научили телескопы ходить как комбайн по полю и собирать урожай. То есть телескоп ходит по небу практически случайно сначала, а потом он думает уже, тут я был, не пойду, пойду сюда. вот, и открывает новые неизвестные астрономам объекты. Какие именно? Вот смотрите, что может открывать? Ну, во-первых, это первые гамасплески, об этом я говорил, далекие сверхновые, короткие, есть, вот считается, что короткие всплески, помните, я показывал, как раз и есть слияние нейтронных, что здесь нарисовано? Это большой взрыв, смотрите, где-то здесь сверхплотное начало вселенной, а вот здесь появляются галактики, вот там, где появляются первые объекты, там уже появляются первые гамасплески. По-видимому, самые далекие объекты в нашей вселенной мы увидим, когда измеряем, когда примем самый большой, самый мощный гамасплеск вот из этих областей, то есть увидим начало образования галактики. Дальше сверхновые появляются, но мы их не видим, они и здесь есть сверхновые, но тут их и не видим, потому что они в сотни тысяч раз слабее, чем гамасплески, поэтому далеко мы их увидеть не можем. Радио вспышки, это удивительное явление открытое недавно, до сих пор непонятное, сейчас не буду вас грузить, а просто я их тут показал для того, чтобы сказать, что наш маленький телескоп обладая вот такими удивительными, вычислительными, наблюдательными способностями, способен открывать объекты, и такие объекты аналогичными американскими телескопами, ну правда не в таком количестве были открыты тоже, то есть появляется новая физика, новая физика, когда вы создаете новый прибор, радио вспышки, есть понятие предсверхного, это удивительное понятие, дело в том, что вот это вы поймете, наверное, когда звезда, помните про алхимию я вам говорил, когда звезда догорает до железа, и внутри вызревает железное ядро, оно начинает коллапсировать, оно коллапсирует за доли секунд, вообще-то, если оно не вращается, коллапс проходит за одну сотую секунду, размер этого железного ядра 700 километров, если вы разделите на скорость падения его, так сказать, самого волна себя, это будет сотые доли секунды, то есть звезда, которая вокруг, она даже не успевает, как говорится, и приготовится, как у нее пропадает внутри ядро, и это ядро может превратиться и в нейтронную звезду, и в черную дыру, и выделить огромную энергию, и как только выделяется эта энергия, звезда еще не двинулась, по ней пошла ударная волна и вышла на поверхность, вот это называется предсверхновой, возможно, это явление пока фактически, ну, вроде бы наблюдалось, но непонятно, но его тоже можно, есть еще источники гамма-повторителей, сейчас не буду об этом рассказывать, потому что немножко вдали, я просто хочу показать вот тут вот подальше магнитары, это все источники, которые потенциально могут давать оптические вспышки, но не видны, пока никто не зарегистрировал, мы еженошно, каждую ночь наши телескопы пытаются найти такие объекты, ну и объекты солнечной системы, обратите внимание, это можно их назвать околоземные транзиенты, это и астероиды, в том числе опасные, это и кометы, и космический мусор, ну, это он нам попадается, но мы не занимаемся, требуется другая тактика наблюдения, что же мы наблюдаем, когда робот находит новый объект, это означает, что этот объект, ребята, вспыхнул, почему, потому что робот имеет диаметр 40 сантиметров, а небо, вот каталоги звездные, они сделаны телескопами метр, два метра, то есть они видят все слабые объекты, так что новых слабых мы не найдем, то, что мы находим новое, это обязательно вспышка, что же вспыхивает, вот такие двойные системы, у них белый карлик, на него истекает, это усопшая, как говорится, звезда типа Солнца, она превращается в белый карлик, одиночный, он практически неинтересен, а вот если в двойной системе, то на него валятся свеженький, чистенький водород и гели, который может взрываться ядерным образом и еще и выделять энергию, и вот эти вспышки мы наблюдаем, называются, вот смотрите, к чему приводит открытие таких вспышек, однажды мы открыли звезду 13-й величины, и после нас 11 тысяч наблюдений было проведено в мире, это сверхновые звезды, вот я как раз показывал, как выглядит ядро сверхновой звезды, это изучение, ну вот, кстати, вот сверхновая галактика, вот посмотрите, если кто видит, тут двойное, двойное ядро, на самом деле ядро одинарное, но вторая звезда, это на самом деле сверхновая вспышка вблизи ядра, еще мы открываем вспышки сверхмассивных черных дыр, наверное, вы слыхали такую теорему, что в ядре каждой галактики есть сверхмассивная черная дыра, ее масса может быть миллионы масс Солнца, эта теорема со временем все больше и больше подтверждается, но в основном эти черные дыры молчат, вот например, в центре нашего Млечного Пути, я предлагаю вам, когда вы будете в южном полушарии, приглядитесь, там находится черная дыра массы миллион масс Солнца, но она молчит по каким-то причинам, скорее всего, потому что в эту топку, в эту огромную энергетическую машину не подбрасывают горючее, а горючим является окружающий газ, а вот есть галактики, где этот окружающий газ прекрасно сгорает в поле гравитация этой дыры и дает тоже гигантские вспышки, позволяющие исследовать сверхмассивные черные дыры. Ну вот, я могу показать вам, например, вот эту, вот типичная сверхмассивная черная дыра, их называют блазарами, Беллацерти, Беллацерти, впервые были открыты в созвездии ящерицы, названы были Белль, и потом так вот сказали Блазары, Блазары, красивые названия. Так вот, смотрите, что было, это снимок нашего мастера в 2013 году, 25 марта, а вот снимок, через год, в апреле, вы видите, на пустом месте возникает объект, когда провели анализ, оказалось, что этот объект имеет красное смещение, больше единицы, то есть находится, вот тут где-то написано, я сейчас точно не помню, короче, это оказалось, вот в момент вспышки, он оказался самым ярким постоянным объектом Вселенной по мощности, его тут же сняли на большом телескопе, на нашем шестиметровом на БТА получили спектр, ну и так далее. Вот еще объект интересный, это, ну и так, это, это как раз тот самый БЛАЗАР. Недавно, буквально в начале этого года, мы, наблюдая Андромеду, зафиксировали, по-видимому, так думают сейчас ученые, слияние двух звезд, оказывается, в двойной системе происходит такая вещь иногда, когда они, звезды, просто расширяются в ходе эволюции, вдруг слепаются, но это слепание обязательно сопровождается выделением энергии, и это приводит к возрастанию на 10 звездных величин блеска, и появляется новая звезда на небе, и вот такую новую звезду мы открыли в январе, робот открыл, вот смотрите, вот это наше поле зрения, видите, вся галактика Андромеды, все ее 150 миллиардов звезд проваливаются, и мы, как им, есть такой метод в астрономии, мы им воспользовались, мы раз в ночь снимаем Андромеду, просто для того, чтобы смотреть, не появилось ли среди этих 150 миллиардов, а это такое большое гнездышко, что там всегда что-то происходит, и вот смотрите, что мы обнаружили в 2015 году, вот на этом месте, вот видите, на пустом месте возникла звезда, вначале она была 19 величины, 20, и сейчас вот я переписываюсь с астрономами, кстати, с Польши и Болгарией, они сняли спектр и Западной Европы, и сейчас готовим большую публикацию на эту тему, вот раньше, чтобы открыть новую звезду, надо было несколько десятилетий ждать, это было очень редкое явление, ну это типичная вспышка сверхновой звезды в далекой галактике, это очень далекая галактика, где-то, наверное, 200 миллионов световых лет, я просто показываю, а это вот как раз, ну тут вот ошибка не сверхновая, а новая в М31, это ее кривая блеска по наблюдениям мастера, вот раз в ночь мы ставили такие точки, вы видите, это с января по март, бесценный совершенно для научного анализа результат, ну вы видите, что с нами взаимодействуют практически, телескопы практически по всему земному шару, вот смотрите, это и радиотелескопы, я сейчас показываю телескопы, которые по нашим координатам наводятся, и космические аппараты тоже самое, это SWIFT, наводятся по нашим координатам, наши уральские коллеги пытаются найти экзопланеты, экзопланеты, это вот такая штучка, летающая вокруг звезды, и когда она наползает, на самом деле, планета намного меньше Солнца, возникает маленькое затмение, вот они нашли такие затмения, но это вопрос такой долгий, это кандидат в экзопланеты, сейчас пытаются доказать, что это является первой российской экзопланетой, обнаруженной на телескопе Мастер Урал, а вот посмотрите эту замечательную диаграмму, я вам говорил, что был такой смешной случай, но сейчас мы устанавливаем новый телескоп на Канарских островах, и я туда приехал где-то полдевятого утра, это время, когда люди, наблюдатели с телескопа возвращаются в центральное здание обсерватории, это 2500 метров, и не выспавшиеся астрономы, я выхожу из машины, они выслучаем не из проекта мастера, я понял, что это настоящая слава, потому что какие-то люди, которых я не говорил, астрономов много в мире, узнали, что мы с мастером, смотрите, это большой канарский телескоп диаметром 10 метров, это большой САЛТ, южноафриканский телескоп диаметром тоже 10 метров, это вот тут вот есть американский 9-метровый, видите, Хобберли, Эберли, потом 4-6, все крупнейшие телескопы мира наблюдали наши, Вильти наблюдал и на Гавайях, и в Чили, все наблюдали объекты, открытые мастером, за последние два года мы открыли более 800 объектов, более 800 объектов, ну не все из них наблюдают, но самое интересное наблюдают, конечно, ведущие телескопы мира, и вот здесь показаны желтыми стрелками, это наши объекты, которые мы открываем и передаем, так сказать, коллегам во всем мире, и вот тогда вступают большие телескопы по нашей команде, а вот это то, что мы получаем красными стрелками из космоса, это наблюдение гамос-влеска, ну вот можете посмотреть, сейчас наука изменилась, вот я хочу, вы уже устали, но я немножко хочу сказать, устали уже, да, сейчас я приближаюсь, когда-то давно, лет 300 назад наука развивалась следующим образом, приходил Галилей, думал, и писал не статью, а целую книгу, потом брал какой-нибудь другой мыслитель типа Кеплера или там скорее всего Исаака Ньютона читал, обсуждал, и например первый закон Ньютона, на самом деле Ньютон называл первым законом Галилея, как известно, прямолинейным движением, в 19 веке появляются ежеквартальные журналы, вот в начале 20 века появляются квартали джорнал, это журнал, королевского астрономического общества английского, в середине 20 века журналы становится, уже выходит каждый месяц, в конце 20 века, в 80-е годы появляются так называемые припринты, но это все на бумаге, в 21 веке появляются электронные издания, вот электронные издания, почему появились, потому что астрономия открыла десятки и сотни объектов, которые исчезают в течение нескольких секунд, минут, дней, поэтому надо сразу давать телеграмму, поэтому надо поделиться с коллегами этим, и поэтому возникла вот это астрономер телеграмм, это вклад нашего мастера в публикации, вот вы видите SWIFT, FERMI, INTEGRAL, это известные проекты, ну, где-то в тысячу раз более дорогие, чем мастер, скажем так, ну и вот, ставили мы телескопы по России, решили поставить и за границей, и вот первый большой телескоп поставленный за границей, был поставлен в декабре прошлого года, видите, написано, дальше только Антарктида, девушка такая, ну, загорелая, значит, это Южная Африка, вот там где-то мы с Доброй Надеждой, это рядом с Кептауном, известная плата, мы приехали сюда ставить телескоп робот, это вот наш сотрудник лаборатории, мой бывший аспирант, он уже кандидат наук, пришел к нам на первом курсе, а я хочу сказать, кстати, вот, может быть, мне зададут вопрос, я отвечу, как, не выходя из дома, открывать сверхновые звезды, ну, вот, кстати, примерно за 15 лет до нашего приезда в Южную Африку там появились пингвины, они приплыли туда в середине 90-х годов, их раньше никогда не было, и вот там целая колония под Кейптауном, ну, а вот наш мастер, братцы, российский мастер, да по каким координатам, посмотрите, долгота, ну, долготой не удивишь, это типа час 20, это Москва, Москва это 2,40, да, по-моему, на часик отличается где-то, это рядом, на одном меридиане, а вот широта, минус 32, ну, высота хорошая, вот Млечный путь, вот Магелланово облако, не помню, большое или маленькое, может, кто мне подскажет, не привык я еще к южному небу, а вот это наш двуглавый телескоп мастер, и он был поставлен, это снимок сделан где-то в середине декабря, то есть 4 месяца назад, вот как он выглядит, смотрите, вблизи, вот это то самое московское объединение оптика, которое начало наш проект поддерживать, оно теперь изготавливает эти телескопы, а вот это вот самый большой в южном полушарии 10-метровый телескоп, именно благодаря этому телескопу мы появились там, не вопреки, я вам хочу сказать, что в астрономии есть такая практика, если где-то стоит гигантский телескоп, а таких телескопов в мире раз-два и обчелся, то туда маленьких не пускают никогда, не дай бог они там напылят, еще что-то, а нас сюда пригласили и мы тут встали, при том, что здесь было 20 роботов до нас уже поставлено, потому что увидели, сколько телеграмм и открытий мы даем, и мы поставили телескоп, я хочу сказать, что за три месяца мы открыли 60 новых объектов, взрывов, этот большой телескоп с удовольствием наблюдал где-то 10 объектов наиболее интересных, а пробиться на этот телескоп это отдельная большая задача, и вообще-то даже не бесплатная, как правило, ну вот еще один вид великолепный, хочу сказать, что вот это небо конечно уникальное, здесь за одну минуту мы получаем 20 практически первую величину, вы извините пожалуйста, декабрь установлен, вот это первый свет, это знаменитая туманность в Киле, где находится Дорадо, значит здесь находится звезда, самая массивная звезда нашей галактики, 120 масс Солнца, ну и тут зона звездообразования, вот первый, когда мы показали замдиректора, директор с нами там работал, они удивились, что такие красивые снимки, потому что у них чисто научные исследования идут, но мы иногда делаем снимки, но первый свет грех не показать возможности нашего телескопа, вот смотрите как выглядит сеть мастер в 2015 году, вот за 5 лет мы вот это есть Благовещенск, это есть Байкал, это Урал и Кисловодск, а вот появилась здесь Южная Африка, в Аргентине у нас стоит телескоп типа Акерлоф, вот такой небольшой, то есть это камера там пока стоит, но надеюсь на днях туда уже пришел купол будущего нашего мастера, и на Канарах я сейчас вам покажу что сейчас происходит на Канарах а это вот объекты открытые мастером за последние три года смотрите вот это северное небо тут будет дыра связанная с тем что мы работали долго в России вот она а сейчас вы увидите она заполняется вот 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 видели да это как раз южноафриканский телескоп и поскольку мы наблюдали только зимой там то летом ну летом этим летом мы заполним и у нас будет впервые российские астрономы получат свое распоряжение все небо что сейчас происходит на Канарских островах где расположен действительно самый большой в мире поворотный 10-метровый телескоп Гранд Канариан телескоп вот он это вот колонна масть помните я вам показывал Благовещенский там какой-то огород был куча ну в общем такая а вот это есть Канары 2500 метров смотрите вот это не океан это облака вот в мире есть всего два острова самых великолепных для астрономов это Канары и Гавайи вообще островов в океане много но вся идея состоит в том что остров это место где образуются облака запомните только на границе берег моря люди загорают если вы уходите в горы вы попадаете в облака и в дождь остров это огромный камень на котором конденсируется влага морская поэтому парадоксально но именно остров является только тот остров является астрономически полезным у которого есть гора выше этих облаков вот на Канарах и на Гавайях есть вулкан который имеет высоту там 3-4 километра есть горы 2,5 километра и вот здесь 300 наблюдательных ночей но пока что извините я думаю вопрос ну и немножко так фильмов смотрите между делом мы после того как челябинский астероид упал взорвался над челябинском мы немножко переделали программу наблюдения и математическое обеспечение научились ловить быстрые астероиды вот эти челябинскообразные астероиды их даже не астероидами сейчас появилась новая астрономическая ну такое слово оно еще не входит в обиход rocks скалы или скажем так глыбы я бы перевел так космические глыбы то есть 15-20-40 метров это глыба похоже да так вот эти глыбы оказывается наш телескоп вполне может ловить эти глыбы вот сейчас я покажу вам да как выглядит околоземное пространство это фильм снят благовещенский смотрите вот это пролет астероида вечером того дня когда на челябинском взорвался другой астероид наш телескоп автоматически следит за этим астероида это другой астероид он близко его диаметр где-то 50 метров 20 тысяч расстояние а вот так выглядит космическое близкое пространство смотрите вот это всякий остав сейчас телескоп переведется вы увидите следующий посмотрите вот это стационарные спутники вот вот они двигаются видите вот они летят у нас вот это есть движение по альфа а вот это по д опа это это низкоорбитальные спутники они летят очень быстро это метеор пролетел значит я напоминаю робот ищет вспышки во вселенной а вот эти нехорошие предметы они мешают искать эти вспышки потому что они вспыхивают вот здесь под боком они не есть цель нашего пути но чтобы их как бы убрать из рассмотрения мы научились их ловить отождествлять и так сказать не путать с астрофизическими объектами ну тут вот видите наш астероид приближается это довольно быстро это свертка фильма и он становится ярче а потом он будет затухать потихоньку вот рассвет приближается и он уже пошел вдаль вот так выглядит сейчас на широком поле космос космос постоянно живет но уже живет даже вот этими искусственными объектами которые я иногда шучу что мы последние астрономы наблюдающие небо с земли потому что лет через 20-30 надо будет переезжать на луну и дальше в космос а вот молния этот вообще как гомосплеск вспыхивает если экспозиция меньше периода то вы подумаете что здесь гомосплеск поехали дальше мы обнаружили три астероида и один подобрали который потеряли американцы ну причем сильно потеряли потому что ошибка была полнеба вот смотрите удивительный астероид 2013 СВ-24 вот он вынырнул синяя это под орбитой земли под плоскостью и он выныривает прямо возле земли это потенциально опасный астероид диаметром 240 метров вот этот пойман был быстрый астероид диаметром 135 метров когда-то их считали не опасными но после Челябинска уже задумались потому что вот эта штука если она взрывается то это будет не 30 килотонн не Хиросима а где-то ну вот грубо говоря 5 в кубе это 5 в кубе сколько это будет 25 это в 100 Хиросим это 100 Хиросим это та самая Кузькина мать которая была подорвана на новой земле то есть 135 метров тоже не не слабая вещь вот его орбита это удивительные объекты которые двигаются от Меркурия проходит видите мимо Меркурия прошел мимо Венеры проходит и потом мимо Земли 135 метров дальше идем все уже заканчиваем все ну еще не знаю сколько здесь а это американский потерянный но ошибка была столь большой что фактически мы его нашли снова это уже в этом нет это 27 октября 300 метров вот в 15 году уже в этом году найдены первые астероид открытые в Южной Африке ну и последнее открытие некоторые астероиды теряются мы не успеваем их поймать сейчас 7 апреля сейчас он приближается к земле но к сожалению будет виден только в южном полушарии блеск деда будет около 5 звездной величины максимальной ну а в телескопе сегодня ночью мы снимали и завтра мы выставим в интернете вы увидите какое-то будет зрелище в цвете это будет очень роскошное зрелище ну вот первое ой извиняюсь ну это небольшое будущее это то что мы мечтаем видите мы мы мечтали о Гавайях еще и Австралии вот сейчас в этом году у нас будет вот такая картина я надеюсь ну практически у нас все есть для этой картины телескопы все есть а вот это вот наша последняя ударку уже сейчас наша сеть является самой быстрой в мире по обзору неба уже сейчас ну и кроме того я хочу сказать что вот космодром восточный оттуда будет запущена первая ракета и там полетит спутник Ломоносов МГУ и там будут стоять наши камеры вот типа Керловских мы ставим их типа нашего мастера мы ставим их теперь и в космосе будет мастер вот так из обычной идеи это мастер 3 о котором мы мечтаем вот вы меня тут спрашивали что делать чтобы на самом деле бороться с челябинскими астероидами типа челябинского но это уже немножко будущее ну и собственно говоря я заканчиваю можете потихонечку расслабляться несколько недель назад мы случайно нашли в интернете вот этот фильм который сняла компания Меркатор мы ее не просили она нам подарила ну она даже не подарила а просто показывала людям это идея нашего проекта видите как они ее изложили в виде такого фильма скоро видите скоро Канадские острова ну ждем Канадские острова это уникальное повторяю место 300 на 6 годов ну это вот как раз то что поезд светлого звезд понятно а вот так принцип работы на самом деле вот эти компьютеры все стоят рядом с телескопами а уже по интернету информацию мы получаем мы получаем ну я думаю можно уже потихонечку досматривая досматривая переходить к вопросу прежде всего мне хочется сказать огромное спасибо Владимиру Михайловичу потому что то что вот мы сегодня увидели и услышали ну просто поражает воображение и хочется пожелать дальнейших успехов в развитии этой сети и поздравить с открытием кометы и вообще столько интересных событий происходит у вас но можно только порадоваться что в наше такое непростое время наука развивается и вы имеете к этому самое непосредственное отношение поэтому огромное вам спасибо и за то что вы делаете в науке и за сегодняшнюю лекцию думаю что все мы сейчас поблагодарим Владимира Михайловича и пока идет фильм я вас прошу выйти пожалуйста к сцене там установлен микрофон для тех кто задает вопросы а те кто хочет задать вопросы пожалуйста выстраивайтесь в очередь подходите к микрофону у нас сегодня тема интересная поэтому вот я не решилась остановить лектора и уже как всегда поджимает время поэтому если есть вопросы давайте сразу не стесняться выходить к микрофону и задавать выходить есть вопросы братцы давайте не бойтесь быстренько времени мало спать микрофон у сцены стоит у сцены сцена вот прям там напротив нет вопроса ужас а есть спасибо вам за прекрасную лекцию мне очень понравилось я тут у меня вопрос вы рассказали о том что в ближайшее время будет открытый в том числе даже я увидел в Антарктиде это мечты мы набираем команду знаете вы задайте я вам ответ а вопрос у меня следующий есть ли у вас предположения либо какие гипотезы по будущему открытию с помощью вот этой большой разлетенной сети мастера это первый у меня вопрос вот а второе как вот все-таки поддерживается ваша идея ваш проект да с точки зрения государства и с точки зрения международного сообщества спасибо спасибо за вопрос как будто специально подсадная утка я хочу сказать первый вопрос что мы ждем братцы мы ждем удивительных открытий вот я вам показывал помните там такая диаграммка угол уходит в прошлое или наоборот из прошлого будущее и там мы видим вот так слышно по-моему и там мы видим некие слова я говорю радиовспышки там предсверхновые все это еще не открыто вот завтра сегодня ночью я улетаю в Пизу в Италию буду сделать завтра доклад это уже мой доклад шестой доклад на конференциях такого типа что это за конференции самые великие эксперименты зарубежные к сожалению в астрофизике и физике приглашают нас поскольку мы единственные которые имеют телескопы и в южном и северном полушарии для того чтобы мы наблюдали те странные объекты которые они открывают вот завтра я буду Пиза все знают там жил Галилей бросал камни с Пизанской башни но это скорее всего мифология но там рядышком в поле зарыт один из самых крупных гравитационно-волновых детекторов это гравитационно-волновой интерферометр такой примерно по идее есть в Америке и сейчас он называется Вирго в Италии Лайго называется в Америке и вот там собираются эти мрачные физики из подземелья которые хотят открыть предсказанные Альбертом Эйнштейном вот скоро будет столетие 2000 работа Эйнштейна о том что существуют гравитационные волны это 2017 год или 2018 в общем где-то столетие приближается никто их не видел все уверены что они есть эти волны нашим нашим детям позволят увидеть момент рождения вселенных я надеюсь потому что они не поглощаются вот свет упирается в эпоху рекомбинации если кто знает короче вселенная раньше была плотная и непрозрачная для волн поэтому когда вы смотрите вдаль вы всегда упретесь в реликтовое излучение в реликтовую сферу а вот гравитационные волны что они хотят они хотят обнаруживать гравитационные волновые импульсы и чтобы мы быстро туда навелись почему потому что оказывается реальность когда они а эксперимент уже у них длится 20 лет вот кто-то спросил меня на что вы надеете наш эксперимент только 10 лет длится ребят ну нельзя он гравитационный волновой 20 лет уже длится с 95 года когда конгресс выделил причем там денежки мам не горюй там под биллиард долларов уже в землю то зарыто уже но это действительно высокая высокая очень физика и высокая техника я всегда выступал чтобы нам нужно короче говоря вот они открывают и мы туда наводим идея та же самая у них оказалось шумов столько что пока они не найдут оптического двойника им никто не даст Нобелевскую премию вот в чем проблема это гравитационные волны начиная с января это я был в декабре другие физики называется айскюб кто-нибудь слышал нет в Антарктиде вырез в Антарктиде пробуравили лед на глубину один километр вот такой куб и поставили там фотоумножители и ловят нейтрины тоже хотят знать откуда пришло нейтрины вот сейчас 200-метровый куб есть в Средиземном море это проект Антарес буквально где-то вот Наташа неделю назад мы позавчера мы отправили первое наблюдение но секретное сказали никому не говорите никакие координаты ни во сколько времени я написал можно я покажу итальян этим гравитационным волнам тоже никому ничего не говори но я вам по секрету скажу ничего нет поэтому но они все равно вы должны понимать потом был Гайя уже в Кембридже и был не в Кембридже был такой Лайш синоптик телескоп это мастер диаметром 6 метров хотят американцы сделать к 2000 году я их немножко все время критикую говорю ребята где вы найдете спектральный телескоп диаметром 60 метров ну потому что вы будете вы знаете сколько они будут транзиентов этих вспышек открывать там 25 величины никто не сможет спектры снять ну это не важно важно деньги получили у них Америка богатая страна то есть вот такие что вот что мы мы тоже хотим с ними чего-нибудь открыть мы и сами можем открыть встретимся через год кстати всех работают люди поскольку это робот поскольку наши данные доступны по интернету с нами работают мне незнакомые люди мы их называем искателями они открывают новые объекты но не на небе а в базе данных потому что главная идея нашего проекта следующая надо взять небо за прошедшую ночь и положить в компьютер а дальше кому чего интересно они придут и найдут понимаете вот вот главная идея но сейчас вот мы вышли на некий режим довольно хороший где-то за три года уже восемьсот я думаю ну не важно дело не в количестве конечно но открыты очень важные объекты которые наблюдались самыми крупными телескопами мира то есть это гавайский восьмиметровый джемини нет джемини поменьше по-моему вельти вы знаете восьмиметровые телескопы европейская южная обсерватория в россии как относятся плохо к нам относятся в россии а чё к нам хорошо относиться значит конечно в университете нас поддерживали поэтому мы построили четыре телескопа в россии но например ну я не хочу о грустном если вы будете настаивать это неинтересно нам и так интересно ну хочу сказать вот два года мы не получаем ни копейки гранта от государства вот это фундаментальный научный фонд россии я говорю меня приглашают на все самые известные эксперименты мира просто знают ночью при утром приезжаю на обсерваторию ой вы не с мастера говорят я вообще их лицо никогда не видел однажды ребят в москве в кафе сижу обедаю друг ко мне на соседнем стола это не вы ли заведуете мастером ну лишь слава брат что такое деньги хотя если мы хотим выжить в этой борьбе с астероидами то нам бы надо дать немножко денег тогда мы за 2-3 года поставим 4 метровых телескоп и выйдем на второе место в мире по скорости открытия опасных астероидов после Америки это мы гарантируем но это можно сделать за 2-3 года а за 20-30 лет я такие проекты не люблю я люблю проекты которые я уже сказал вот мы разговаривали до лекции проект должен длиться вот активная часть проекта чтобы он не больше чем время жизни аспиранта в аспирантуре 3 года иначе молодежь ну как он же устанет если вы будете 20 лет строить и строить и строить это же не пирамида хеопса понимаете ну подите только рабов можно найти и строить извините спасибо большое еще есть вопросы побыстрее пожалуйста иначе мы останемся без одежды гардеробщики уйдут домой мое восхищение тому что я услышал вы знаете если бы я не был на вашей лекции и мне бы кто-то рассказывал наверное я бы не поверил честно говоря я бы сам не поверил я до сих пор не скажите пожалуйста такой короткий вопрос прикладной проект мастер это чисто российское ноу-хау правильно я понял значит смотря в чем первые роботы появились на западе естественно в Америке я вам скажу так в 2000 году когда мы только задумали это в России не было ни одной ПЗС матрицы вот этого ну одна была ее в ГАИше была в институте была одна ее передавали из рук когда первый импульс когда как вы сказали да да это был тогда не было ни компьютера тогда засекретили да 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 но потом рассекретили нет потом все пошло пошло и все уже понимали в 90-е годы надо строить роботы с цифровыми фотоаппаратами получается так что значит ну просто я извиню из-за того что мы чуть-чуть беднее были в этот момент у нас идеологически все было готово но за счет бедности мы имели время подумать и мы сразу сделали телескоп который явился телескопом цветным например все американские телескопы такого плана они черно-белые и второй короткий вопрос получается так что спектр задач которые может решать ваш телескоп он от чисто академических то есть происхождение вселенной момента начала и так далее до чисто прикладных то есть обнаружение экзопланет опаздывающих астероидов и так далее значит вы определяете эти задачи или программа заточена так что эти задачи решаются параллельно то есть идея такая что да значит решение многих задач оказывается возможно параллельно при одинаковой схеме хождения по небу был такой роман толстого хождение по муках а у нас наоборот по счастью хождение по небу доставляет искреннее удовольствие нашему роботу но если вы хотите экзопланеты наблюдать вам нужно прекратить ходить по небу и месяц долбить один квадрат вот кеплер вы знаете кеплер открыл тысячу планет там ужас какой-то там земные уже и какие-то так он снимает лебедь он никуда не двигается понимаете он кроме этих но это великий телескоп но мы-то астрофизики в первую очередь поэтому понимаете есть задачи которые нельзя совместить например планеты и мусор одновременно разный режим обзора а вот есть огромное количество задач и сверхновые и астероиды особенно опасные и там черные дыры это все решается одним типом обзора спасибо спасибо большое еще раз пожелаем успехов и поблагодарим за прекрасную лекцию дорогие друзья сегодняшняя лекция завершает цикл лекции этого сезона и в следующий раз я приглашаю вас уже в октябре 2015 года на новый сезон на новые лекции на новые встречи всего вам доброго спасибо за то что вы были с нами и до новых встреч до свидания спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр